Сеттлерс Отнюдь не исключение. Многочисленные части этой игры мигрировали по компам геймеров на протяжении более 15 лет, закончив свое эпохальное шествие с 7-й версией, вышедшей в 2010 году. Но и этого было мало, и в связи с популяризацией онлайн-игр, компания-прородитель BlueBite совместно с небезызвестным издателем Ubisoft в ноябре 2011 года выпускают браузерную игру Сеттлерс Онлайн. Фактически поселенцы относятся к жанру РТС, хотя в случае именно этой игры РТС с уклоном на стройку и экономику. Все же начинается классически. Игроку дается клочок земли, пара рабочих, да ратуша, являющая собой центр будущей цивилизации. Для тех, кто уже знаком с играми серии Сеттлерс, будет все знакомо и понятно, а в некоторых моментах даже проще. А для новичков тут разработана целая система обучения, призванная провести новоявленного феодала через все тонкости экономической и социальной составляющей. Выполнено это все в виде заданий, отчего процедура обучения не станет тяжкой долей. Важно уже на первых порах понять концепцию общего взаимодействия в игре всего со всем. Иными словами, тут нужно все, а всего-то всегда хватать не будет. Любой ресурс представляет ценность, и развиваться придется с умом. К примеру, если народ начнет голодать, срочно требуется построить пищу добывающую, а затем ее изготовляющую инфраструктуру. А если вдруг безработица грянет, то промышленность нужно поднимать заводами. Ну а если случись несчастья и потребовалось войско, то тут не обойтись без бочонка другого свежего пива и золотой монеты. Кстати, войско в этой игре нужно чисто для войны с компьютерными существами, и возможности отправить армию навалять соседу на момент создания обзора в игре не было. Но не переживайте, и война с монстрами – дело увлекательное, ведь с них падает лут, содержащий деньги, лицензии на стройку и много других полезностей. Социальная и экономическая система немного не дотягивает до старших братьев, но это и не значит, что ее совсем нет. Как уже упомянули, случись в стране, дефицит кадров, мануфактуры и прочие производства могут просто-напросто остановиться. Для увеличения популяции вида поселенец существует забавная реализация – это покупка волшебного зелья и упоение им мужской части населения. А вот если ртов слишком много и по нации прошлась волна безработицы, то тут уже недалеко и до восстания, ведь кушать хочется всем. Раз уж игра позиционируется как многопользовательская, то в чем же заключается смысл этой многопользовательности? В основном это рынок. Торгуйте с кем хотите и когда хотите. Ну вот какая игра может обойтись без сообществ вида кланов или гильдий? Сеттлерс также предлагает гильдийную систему, обещающую общий чат, гильдийные дома, звания и прочие полезные социальные плюшки. Отбросив, наконец, общие концепции игры, стоит пару слов уделить ее графической реализации. Интерфейс на высоте и порадует как красивым графическим исполнением, так и функциональной реализацией, сравнимой с сонами в крупных играх. Графика в игре приятная глазу, а учитывая браузерную основу, то и вовсе красивая в купе с анимацией и эффектами. Мир не кажется мертвым, как это часто можно видеть в обычных строительных браузерных играх. Тут же игра просто живет у вас на глазах. А самая большая радость это то, что игра не имеет зверской системы доната, без которой в некоторых играх вообще не обойтись. Хотите развиваться немного быстрее? Платите. Ну а коли спешить вам некуда и спокойная размеренная жизнь ближе, то можно и не платить вовсе. В итоге игра получилась положительная, буквально практически со всех сторон. И можно сказать, что способна гордо нести стяг, перенятый у своих старших братьев, не опозоря при этом весь род свой. Приятная графика, отличный интерфейс, невысокий донат, развитые социальные и экономические системы. Вот те слова-слоганы, которые должны навсегда отпечататься в сознании геймеров для ассоциации с этой игрой. Да и прикоснуться к легенде — это святой долг любого уважающего себя геймера. Вы смотрели видеообзор игры Settlers Online. Все видеообзоры онлайн-игр можно посмотреть на сайте toprpg.ru Субтитры создавал DimaTorzok